Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, признавая Его и поклоняясь Ему одному. Также я свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, Его раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует Его, Его семью и сподвижников. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших одних обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем, о мусульмане! Истинно бойтесь Аллаха! Держитесь за свою религию самой надежной рукоятью. И знайте, что наши тела не вынесут адского огня. Братья по религии и вероубеждению. Самое великое из того, что Всевышний Аллах даровал нам, величайшее из того, чем наш Всевышний Господь почтил нас, это то, что Он даровал нам эту великую акиду. И этот чистый таухид — единобожие, посредством которого Всевышний Аллах смягчил сердца. Единобожие, которое Всевышний Аллах сделал причиной покорности сердец великому владыке. Поклонение одному Аллаху и причист Он — это самая великая милость и самый лучший из даров. Потому что Аллах, велик Он и возвышен, оказал нам честь среди всех творений, сделав так, чтобы наши языки, наши сердца, наши органы тела поклонялись Ему одному, велик Он и возвышен, и объявляли о Его единственности. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха. Это самое великое из всех поминаний Аллаха. Это самые великие слова. В достоверном хадисе передается. И послушай внимательно, о Раб Аллаха, этот хадис, который передает наш Пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. От Мусы да пребудет над ним мир и благословение. Мусы мир ему сказал. «Господь, Господи, научи меня словам, которыми я буду поминать Тебя и посредством которых я буду взывать к Тебе. О Господь, научи меня каким-нибудь словам, которыми я буду поминать Тебя и взывать к Тебе». И Аллах сказал. «О Муса, говори, «Ла Иллахе Илля Аллах». Муса сказал. «Господи, но ведь все рабы Твои говорят это. Я хочу что-то особенное, посредством чего я мог бы поминать Тебя и взывать Тебе». Он сказал. «Муса, говори, «Ла Иллахе Илля Аллах». Он сказал. «Господь, но все Твои рабы говорят это». Аллах сказал. «Муса, есть ли семь небес с их обитателями, кроме меня, а также семь земель будут на одной чаше весов?» А слова «Ла Иллахе Илля Аллахе» на другой, то перевесит чаши с этими словами. Перевесит чаши со словами «Ла Иллахе Илля Аллах». Эти слова свидетельства очень легко произносятся. Потому что все буквы в этом предложении произносятся в полости рта. Поэтому умирающему на последнем издыхании тяжело говорить любые слова, кроме «Ла Иллахе Илля Аллах». Это легко и для его языка, и для сердца. И если он верил в значение этих слов в этом мире, и Аллах завершил его жизнь их произнесением, такой человек будет одним из обитателей рая. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Тот, чьими последними словами в Дуне было «Ла Иллахе Илля Аллах», зайдет в рай. О, Аллах, даруй нам кончину с этими словами и сделай их нашими последними словами. О, обладатель величия и великодушия. О, верующие, эти великие слова выражают единственность Аллаха, велик Он и возвышен. Эти благие слова Аллах привел в пример. Аллах привел такую притчу. Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый микс дозволения своего Господа. Так как же велики эти слова? И как велико счастье того, кто произносит их? Аллах послал пророков, Аллах отправил посланников, чтобы утвердить эти слова в сердцах всех созданий Аллаха. И Аллах не посылал такого пророка, Аллах не отправлял такого посланника, который бы не говорил своему народу, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Всевышний Аллах сказал, мы отправили к каждой общине посланника, поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Слова «Ля Иляха Илля Аллах» одно из того, что больше всего привносит спокойствие в твое сердце и помещает счастье в душу, потому что нет у тебя опоры ни на кого, кроме как на Аллаха, и нет у тебя силы, кроме как с Аллахом, и ты не можешь обойтись без Всевышнего Аллаха ни на одно мгновение. «Вся жизнь принадлежит Аллаху, смерть в руках Аллаха, весь вред в руках Аллаха и польза в руках Аллаха, и нет божества, кроме Аллаха». «Ля Иляха Илля Аллах» это слова, помещающие спокойствие сердца. «Послушай слова Твоего Господа, ведающего все сокровенные». «Они уверовали, их сердца утешаются поминанием Аллаха». Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Кто будет действовать согласно «Ля Иляха Илля Аллах», кто исполнит условия этих слов, как повелел Аллах, и к этим условиям относятся знания, убежденность, искренность, правдивость, любовь, подчинение и неверие во все остальное, чему поклоняются помимо Аллаха? Такой человек осуществит эти слова и внешне, и внутренне, и заслужит рай с дозволения Аллаха, велик он и возвышен. Также к плодам этих великих слов, слов «Ля Иляха Илля Аллах», которые Пророк да благословит его Аллах и приветствует, прививал сердцам своих сподвижников, относятся к тому, что они наполняют сердце богобоязненностью. «Истинное единобожие, любимые братья, это то, что ведет тебя к возвеличиванию Аллаха. «Истинное единобожие» — это то, что удерживает тебя от грехов. «Истинное единобожие» — это то, что заставляет тебя подумать о своих словах, прежде чем что-то говорить. Думать, что ты собираешься слушать, еще до того, как начать слушать. Думать о том, что ты пишешь, еще до того, как что-то писать. Потому что ты знаешь, что Аллах следит за тобой. Что Аллах видит тебя. Что Аллах слышит тебя и смотрит на тебя. Велик он и возвышен. Мать верующих Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит. «Причист тот, кто объемлет своим слухом любые голоса. Клянусь Аллахом, когда жалующаяся на своего мужа женщина пришла к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и начала пререкаться с ним относительно своего мужа, она припиралась с ним относительно своего мужа, и между мной и ей была только стена. Но некоторые ее слова я не расслышала. А Господь миров услышал ее с высоты семи небес, и Аллах, Велик Он и Возвышен, не спасал тогда аяты. Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа, и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор. Как сказал Всевышний Аллах, «Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий». Великий ученый нашей уммы, Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, говорит, «Всевышний Аллах видит, как ползет черный муравей по черному камню во мраке ночи. Ничто не скрыто от него на земле и на небесах. Нет божества, кроме Аллаха». Эти слова вложили силу в сердца сподвижников, да пребудет над ними довольство Аллаха. И они перестали бояться смерти. Они уже не обращали на нее внимания, потому что знали, что то, что у Аллаха, лучше и дольше. Поэтому наш пророк, наш господин, да благословит его Аллах и приветствует, приходит и насаждает эти лучезарные слова в сердце этого образованного мальчика, за которого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, делал дуа, сказав, «О Аллах, даруй ему понимание в религии и научи его толкованию Корана». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приходит к сыну своего дяди, к мальчику, которому не больше 13 лет, и говорит ему, «О, мальчик, послушай, что Акида делает с сердцем человека. О, мальчик, помни об Аллахе, и Он защитит тебя. Мальчик, я научу тебя некоторым словам. Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя. Помни об Аллахе, и ты увидишь Его перед собой. Если ты просишь, то проси у Аллаха. И если ты взываешь о помощи, то взывай к Аллаху. И знай, что если люди объединятся, чтобы как-то облагодетельствовать тебя, то они облагодетельствуют тебя только тем, что уже предписано Аллахом. И если они объединятся, чтобы причинить тебе какой-то вред, они причинят тебе только то, что уже предписано Аллахом. Перья уже оторваны, и страницы уже высохли. Этот хадис заставляет сердце покориться, склониться и подчиниться Всевышнему Аллаху. Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Потому что когда Всевышний Аллах желает чего-либо, то стоит Ему сказать «Будь», как это сбывается. Так что для одного, то есть для Всевышнего Аллаха, будь одним рабом в твоих желаниях и страхах, в твоем поведении, в твоем нраве, в твоих устремлениях, в боязни, в надежде, в силе. Будь одним рабом для одного Аллаха на одном, то есть на одном пути. И это путь Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. «Будь одним для одного на одном пути истины и веры». Аллах оказал нам честь этими словами. Всевышний Аллах оказал нам милость посредством них. Чтобы получить их благо, мусульманину обязательно нужно претворять их в жизнь, в Дуне и в Ахирате. Поэтому имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да помилует его Аллах, написал в своей книге «Единобожие», главу под названием «Глава тех, кто исполнил Единобожие и зайдет в рай без расчета и наказания». Там он привел слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, переданные от его Господа. «О, сын Адама! Если ты придешь ко мне с грехами величиной с землю и предстанешь предо мною, не приобщающим ко мне ничего, то я введу тебя в рай. Я введу тебя в рай. О, Аллах! Мы просим тебя по твоей милости защитить нас от многобожия, ширка и от многобожников, мушриков. Ведь именно это самая большая опасность. Какие бы у раба не были хорошие и праведные дела, если у него не будет основы таухида, то, как сказал Аллах, велик Он и возвышен, мы займемся деяниями, которые они совершали, и обратим их в развеянный прах. Наша мать Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, «О, посланник Аллаха! Аль-Мут-Им-Ибн-Адий был любим людьми, как зрение и слух». То есть он говорил с людьми с щедростью, нравственностью и великодушием. «О, посланник Аллаха! Аль-Мут-Им-Ибн-Адий поил паломников и кормил их. Поможет ли ему это в судный день?» Рок да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Нет, Аиша!» Он ни разу не сказал, «Господь мой, прости мне мои прегрешения в судный день». Его дядя Абу-Талиб, который защищал посланника и послание, божественные законы законодателя, он ни сказал, «Ля Иляха Илля Аллах!» И вся его защита не поможет ему. Когда Алей да будет доволен им Аллах, спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «О, посланник Аллаха! Твой дядя Абу-Талиб сделал то-то, то-то и то-то. Сможешь ли ты что-то сделать для него в судный день?» Пророк да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему, «Нет! Нет! Он помещен в едва теплящийся огонь. У него под ногами два уголька, от которых закипает его мозг. И если бы не я, то он бы оказался на нижайшем уровне огня». Воистину, Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. А кто приобщает к Аллаху за товарищей, тот впал в глубокое заблуждение. Поэтому с этим словом, словом Единобожие, не могут сравниться никакие другие слова. Ни одно другое слово не равно ему. Ни одно другое слово не может с ним равняться. И если раб будет говорить эти слова, он поднимется в этом мире и возвысится в мире вечном. Послушай этот великий хадис, который объяснит тебе причину этих слов и их положение перед Всевышним Господом. В достоверном хадисе из Сунану Тирмидзи приводится, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Послушай этот великий хадис. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит «В день воскрешения перед всеми творениями призовут одного человека из моей уммы. Тот человек встанет и перед ним будут развернуты 99 книг с грехами, каждую из которых не объемлет зор. И ему будет сказано «Отрицаешь ли ты что-либо из этого? Отрицаешь ли ты что-нибудь из этих грехов и прегрешений?» И он ответит «Нет, Господи, я ничего не отрицаю». Тогда ему будет сказано «Если у тебя какое-нибудь благое дело или оправдание, тот человек испугается и ответит «Нет, Господи, у меня нет благого дела и оправдания». И ему преподнесут листок и Всевышний Аллах скажет «С тобой не поступят несправедливо». Поистине сегодня с тобой не поступят несправедливо. Для него достанут листок, на котором будет написано «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха». И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Он скажет «Господи, как мне поможет этот листок перед этими книгами?» И Всевышний Аллах скажет «С тобой не будут несправедливы». Тогда книги поместят на одну чашу весов «А листок, на котором написано «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха». И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник на другую чашу весов. И легкими окажутся книги, а листок тяжелый. И Аллах ведет его в рай. Это слова единобожия. И тот, кто выполнит их, зайдет в рай без расчета и наказания. Одного из наших праведных предшественников спросили «Верно ли, что ла иляха илля Аллах это ключ к краю?» Он ответил «Да». Ла иляха илля Аллах это ключ к краю. Но у ключа должны быть бороздки и зубцы. И его зубцы — это знание, убежденность, правдивость, любовь, подчинение, принятие и неверие во все остальное, чему поклоняются помимо Аллаха. Ученые собрали все эти условия в словах. Знание, убежденность, искренность и правдивость вместе с любовью, подчинением и принятием. О Аллах, сделай нашу кончину со словами «Ла иляха илля Аллах». О Аллах, даруй нам кончину со словами «Ла иляха илля Аллах». Сделай их нашими последними словами в этой дуне и упокой нас тогда, когда будешь доволен нами, а не разгневан на нас. О Умма Кур'ана. Наша община будет сильна только при проведении в жизни единобожия. И объединиться она сможет только на таухиде. Ее объединение будет только на единобожии, на таухиде. «Ла иляха илля Аллах, Мухаммаду Расулу Аллах». Самое великое из того, на чем воспитываются поколения, самое великое, на чем произрастают сердца, и самое великое, посредством чего обретает могущество эта Умма, это гордость за свой таухид, гордость за свою акиду и искренность перед Всевышним Аллахом. Это и есть источник силы. Это и есть источник счастья. В этом причина могущества. Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху. То есть, пусть он просит могущество у Аллаха, поклоняясь лишь ему одному, причисленный возвышен. О Аллах, поистине мы просим у тебя веры, прямого пути, богобоязненности, целомудрия и богатства. Мы просим тебя, Господь наш, дел, которыми ты будешь доволен. О Аллах, воистину мы просим у тебя жизни счастливых, смерти шахидами и победы над врагами. О Господь земли и небес. О Аллах, мы просим у тебя боящихся сердец, плачущих глаз, поминающих языков и терпеливых тел. О Аллах, привей нам любовь к вере и укрась ее в наших сердцах. Сделай ненавистными для нас неверие, нечестие и ослушание, и сделай нас сознательными и благоразумными. О Аллах, мы просим твоей милости, не поручай нас самим себе ни на мгновение ока или на более короткое время, чтобы мы не погибли. О Аллах, облегчи нам путь к праведным деяниям и удали нас от зла и наказания. О Аллах, ты, Аллах, единый и единственный, самодостаточный, который не родил и не был рожден, и нет никого равного ему. О Аллах, Господь, Господь, о Создатель, о Тот, кто сотворил создание и земли. О Аллах, о Аллах, раскрой наши груди. О Аллах, сделай нас из числа тех, кто поднимает знамя ля-иляха-илля-ллах. Возвысь нас посредством этих слов и сделай их нашими последними словами в этом мире. Нет божества, кроме Тебя. И причисты, воистину мы были одними из беззаконников. О Аллах, покрой нас над землей. О Аллах, покрой нас под землей. О Аллах, покрой нас в день предстояния перед Тобой. О Аллах, помилуй нас своей милостью, которая объявла всякую вещь. О обладатель величия и великодушия. И никого не помещай между нами и Тобой при получении нашего удела. О Аллах, сделай так, чтобы мы меньше других нуждались в Твоих творениях. И сделай нас самыми нуждающимися в Тебе, Твоими рабами. О Господь миров, о обладатель величия и великодушия. О живой, о Вседержитель. О Господь миров, о Аллах, облегчи нам путь праведным деяниям. О Аллах, и удали от нас зло и наказание. О живой, о поддерживающий жизнь, о обладатель величия и великодушия. О Аллах, окажи помощь в своей религии и книге, в сунне твоего пророка и верующим рабам. О Аллах, помоги тем из них, кто оказал помощь этой религии, и даруй могущество тому, кто возвеличил твою книгу и сунну господина посланников. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, помоги нашим людям в странах Шама. О Аллах, помоги им в Палестине. О Аллах, осчастливь наши сердца и обрадуй нас могуществом ислама и победой мусульман. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, поистине мы прибегаем к Тебе от зла злодеев, козней, нечестивцев и зла ночных и дневных путников. О обладатель величия и великодушия. О Господь миров. О Аллах, помоги слабым по всей земле. О Аллах, помоги нашим слабым братьям по всей земле. О Аллах, стань для них помощью и помощником. О Аллах, будь для них помощью и защитником. О Аллах, будь для них помощью и заступником. О Господь миров. О Аллах, если кто-то захочет зла нашей стране и другим мусульманским странам, Отвлеки его на самого себя. О Аллах! И обрати его козни против него самого. О Аллах! Сделай так, чтобы его планы стали разрушением для него. О Аллах! Сохрани для нас нашу религию, которая является нашей защитой. И сохрани нашу дунью, где мы живем. Сделай нашу жизнь прибавкой для нас во всяком благе, а смерть нашим отдохновением от всякого зла. О Аллах! Даруй успех нашему правителю. Окажи ему свою поддержку. Возвысь посредством него свою религию. И окажи посредством него помощь твоей книге, сунья твоего пророка и твоим верующим рабам. О Аллах! Объедини наше слово на истине и религии. О Аллах! Объедини наше слово на истине и религии. О Аллах! Объедини наше слово на истине и религии. На подчинение тебе и повиновение господину посланников. О обладатель величия и великодушия. О Аллах! Ты Аллах! Нет божества кроме тебя. О Аллах! Ты Аллах! И нет божества кроме тебя. Ты богат, а мы бедны. Ты богат, а мы бедны. Ты богат, а мы бедны. Пошли нам дождь и не сделай нас одними из отчаявшихся. О Аллах, дождь милости, а не дождь бедствий и наказания, потопа и разрушения. О Аллах, не спошли блага нашей стране, а расси наши сердца безопасностью и верой, и прости нас за то, что мы сделали в прошлом. О обладатель величия и великодушия. О Рабы Аллаха, воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может вы помянете назидание. Так поминайте Аллаха, и Он будет хранить вас. Благодарите Его за Его милости, и Он прибавит их вам. И поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. И он будет хранить его, и он будет хранить его.